Спорт с Ольбиком. Что это такое? Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о моем друге. Его зовут Игорь. Я уже не помню, когда мы с ним познакомились. Но он всегда был человеком в простонародье. Его назовешь зажигалка. У него постоянно много энергии. Есть новые какие-то идеи крутые. И за такими людьми, когда ты с ними рядом, тебе просто хочется тянуться. Все это началось, когда Игорь начал интересоваться своим персональным каналом. Он начал думать, как можно привлечь народ. Как можно его заинтересовать. Что будет интересно. И он понял, что у людей есть свои цели. И в основном им нужна компания. И нужен кто-то, кто бы их поддерживал и толкал на сопряжение себя, своих целей. Чтобы Игорь достигал того, чего они хотят. И вот. Ему пришла гениальная идея. Он создал свой хэштег «Спорт с Ольбиком». Всем привет, дорогие друзья. Теперь я решил заниматься каждый день на турниках. И призываю вас заниматься вместе со мной. Я буду заблаговременно рассказывать, где буду проходить тренировки и в какое время. Если вам неудобно будет приходить на тренировки, вы можете просто делать сториз, отмечать меня и делиться своими результатами. Всем хорошего настроения и продуктивных тренировок, друзья. И начал регулярно заниматься, ходить на турники и укладывать видео. И не только выкладывать видео. Самое главное в его подаче было то, что он начал приглашать разных людей. Это давало возможность людям не только вместе заниматься и мотивировать друг друга. Но это еще давало людям возможность приобрести новое знакомство. И найти новых друзей, у которых похожее мышление, с которыми они вместе могут к чему-то стремиться. До этого момента я следил за его работами. И мне даже хотелось, если честно признаться, присоединиться к его команде, сходить на тренировки, встретиться с ним. И вот вчера я случайно встретил его. И он мне предложил такую идею. Давай вместе поедем на Крестовский остров. И я хочу устроить там групповую тренировку. На следующий день, когда мы приехали уже на Крестовский остров, там было очень много людей, которые занимались. У нас даже сложилось такое впечатление, что мы не в Санкт-Петербурге, а где-то находимся в Америке. Потому что атмосфера была незабываемая. Какие-то массовые тренировки, упражнения. Поэтому мы просто влились в эту компанию, как только могли. Начав снимать видео, общаться, слушать музыку, заниматься. Это было просто бесподобно. Потому что, если честно, вот признаться, мое человеческое мнение. Я ходил в тренажерный зал, но я ходил один. Но с той тренировкой, которая у меня была, извините, сегодня, я до сих пор не сплю. У меня настолько воодушевлен эта идея, что это надо просто сделать. Это надо показать людям. Первым делом мы начали с турника, и это была лесенка. Это помогло нам размяться и длиться в компании, начать общаться и начать заниматься спортом. Дальше мы с гурьбой решили, что нам надо делать грусья, и поэтому мы делали грусья. Дальше были разные упражнения на трицепсы. Кто-то делал пресс, кто-то делал выходы силой. В общем-то, все забивались, как могли. Потому что следующее, что мы делали, мы шли купаться. Что, купаться пойдем? Да, сейчас. Признаться честно, вода не была очень теплой. После того, как мы скупаем среди на воде, надо еще погреться на тренировочке. Из-за того, что мы уже занимались где-то более получасно, для нас она была просто, просто покайфика. Купание помогло нам не только освежиться, но оно дало нам время подурачиться и просто насладиться моментом и прекрасными видами Крестовского острова. Выйдя из воды, к нам подошел вот этот чувак. Можем все вместе собраться и просто собрать. Человек 50. Я могу сделать движуку. Мы, короче, недавно решили провести прикольную сходку. Это неформальную, да, меня добавил. Я беседу могу о своих закинуть, будь теми всех событий. Мы недавно, короче, собрались на Дворцовый площадь. Типа, сходка, выходи из зоны комфорта. Но мы обычно собираемся на турниках, на брусьях, типа, вот как сегодня. А тут решили на Дворцовый, типа, подаем правильный пример, типа, показываем, как можно отдыхать по другим. Конечно, это было очень круто. У нас было недостаточно много, где-то 10 человек. И я думаю, если мы соберем человека 30, подготовим какое-то шоу, сделаем флешмоб, там, синхронно. Это классно, я уже 15 собирал, у меня человек 30 есть, которые смотрят и постоянно, ну, типа, за эту венюгу. У нас тоже человек под вас, 15 стабильно собирается. Давно уже ведете все, да? Ну, я бы уже работал, вот, стритворкаут, СПВ называется. А я просто в инстит на своем аккаунте стал делать. Ну, уже месяц, получается. Ну, я в инстит все анонсы кидаю, я инстит тоже веду. Ну, короче, я через Лешу, да. Короче, давайте, я присоединяюсь. Все, работаем, все, сделаем, все, сделаем, все, сделаем. Давай, мужичок. Давай, брат. Ребята занимались стритворкаут, называется. Вместе группа была человек 20-30. Сейчас подошли, законнектились. Теперь, видимо, наша горюша будет заниматься с большой компанией. Я хочу поднять грузку. Идем дальше. Поехали. Закончить с купанием и немного размявшись, опять же, на турничках, потому что надо было хоть как-то согреться. Это было время запускать коптер. Поехали. 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 Так что же такое спортсольбик? Если я бы мог описать это одним словом, либо одним каким-то целым, я бы сказал, что это эмоция. Эмоция позитива, эмоция саморазвития. Это другим словом энергия, которая способна соединиться в нескольких людях сразу же и объединить их в одно целое, которое может свернуть горы. Назовем это так. Но это так и есть. Мы получили незабываемые эмоции. Мы отдохнули не только телом, но и нашим разумом. Познакомились с очень многими людьми. Я просто хотел бы на самом деле поблагодарить ребят за то, что они пришли, выделили свое время. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы пришли. Не бросайте спорт, занимайтесь все вместе, мотивируйте друг друга. И это был видео-хэштег спорт с Ольбиком. Сегодня была эмоция. Сегодня были краски. Сегодня было красиво. Это был первый выезд в какое-то крутое место. Это Крестовский остров. Здесь действительно очень крутая площадка. Подписывайтесь, ставьте лайки. Крутой свой выезд. Субтитры сделал DimaTorzok Ссылка на нас будет в описании. Это была крутая атмосфера. Здесь люди занимаются, они друг друга мотивируют. И это круто, ребят. Приходите на тренировки, занимайтесь вместе с нами. Следите за новостями. И увидимся. И увидимся с вами на Ютубе. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok